Так. Ну вот, сегодня у нас довольно трудный материал. Собственно, первый раз мы начинаем заниматься такой как бы математикой серьезной. Вот. Мы будем, значит, обсуждать. Ну и нужно задавать всякие вопросы. Ну и вопросы здесь очень важны. Ну и Яна. Яна, ты и слышишь меня, да? Яна. Да, я здесь. Ага. Ну вот, ты и так приготовься и, так сказать, ты, пожалуйста, будешь как бы вот дополнять, на вопросы отвечать. Ну и остальные тоже. Вот. Ну вот, мы начинаем с понятия структура. Вот мне очень мешает то, что она все время пишет, отодвиньте от совместно используемого. А что отодвинуть и куда отодвинуть? Я себе не представляю, как это можно сделать. Сейчас. А если это вниз опустить? Вот. Да. Но зато появилось слово, говорит, кафедра математической логики. Здорово. А если ее куда-нибудь отодвинуть, если ее вниз опустить, что будет? Ее нельзя вниз опустить. Ну, я не знаю. Ну, хорошо. Вот. Значит, структура – это просто граф. Ну, все представляют себе, что такое граф. Это, значит, некоторые точки на плоскости. Ну, обычно какие-то имена даны этим точкам. Ну, там, всем даны имена или не всем. И некоторые из этих точек соединены ребрами. Ну, то есть просто какими-то там вот кривыми. Вот слева у нас очень простой пример дерева. Ну, очень простой пример – графа. Графа. Ну, граф может быть и деревом. Ну, вот, например, вот таким, как здесь. Значит, ну, структура – это будет не дерево. А что это такое? Это будет граф. Ориентированный. Потому что здесь, видите, приписано, что каждый цикл и цепь в нем обязательно ориентированный. Ну, значит, он целиком ориентированный. Он состоит из цепей и циклов. То есть он такой довольно специальный. Ну, и он в то же время нагруженный. Нагруженный граф. То есть каждому ребру приписано какое-нибудь имя. Ну, имя обычно И, там, Ж, К, Л. Так, ну, духи буквы. Это вот понятие структура. Ну, я надеюсь, это вот, это, надеюсь, понятно. Теперь, кроме структур, структур обычно будет много. Не одна, а много. Да ну еще дерево. Дерево – это, конечно, тоже граф вот такого типа, как нарисовано слева. Ну, слева нарисован просто какой-то пример. Вообще говоря, дерево, оно начинается вот, имеет вначале корень. Корень обычно сверху рисует. Потом вниз оно идет. Вот многоточие означает, что он туда идет, идет, идет как-то. И кончается оно листьями. Листьями, то есть вершинами, с которых ничего не выходит. Так вот, ну, листья обычно получают имена. Вот в данном случае это имена от единиц, но L. Значит, L листьев. Ну, еще есть корень, который тоже обычно получает имя. И обычно, но R. L обозначается. А еще есть внутренние вершины. Ну, корень, кстати, тоже внутренняя вершина. Ну, внутренние вершины, вообще говоря, это все, кроме листьев. Ну, листья часто, вот мы, во всяком случае, помечаем буквы V. Иногда W. Ну, вот здесь вот внутренняя вершина V помечена. Ну, конечно, деревья бывают разные. Не обязательно вот такие. Так вот, что у нас теперь дано? У нас дано дерево, одно фиксированное дерево. И каждому листу приписана какая-то своя структура. То есть, каждому листу приписан граф, вот такой нагруженный из ориентированных циклов и цепей. Вот листья у нас здесь обозначены от единицы до L. Но приписанное каждому листу структуры мы тоже будем обозначать тем же именем. Тем же именем, что и саму структуру. Так что у нас есть, вот есть лист I, и ему приписана структура I. Ну, поэтому, так сказать, как бы лист и структура часто отождествляются. Можно их не различать. Вот говорят имена в листе. Но лист, как сам по себе, это просто точка. А имеется в виду имена в листе, это значит, что имена в в структуре, которая приписана этому листу. Так вот, имена в структуре I, приписанной листу I, в ней имена, это вот то, что приписано ребрам в этой структуре. Вот те имена без повторений. Таким образом, у нас ребро в структуре и его имя, ну, в этой же структуре, это взаимно однозначное соответствие, или, как говорят, биекция. Ну, и значит, можно говорить об имени в данной структуре, ну, или о ребре в данной структуре. Это будет одно и то же, так как они друг друга определяют. Вот здесь и написано, что имя, ну, где имя? В структуре. Это все равно, что ребро. Где? В той же структуре. Ну, тут не написано имя в I. Это то же самое, что ребро в I. Ну, может быть, можно было подписать имя в I. Я надеюсь, Яна тут немножко улучшит мои мои с нею сделанные слайды. Ну, так, есть кто-нибудь что-нибудь сказать? Если никто не скажет, то Яну что-нибудь давай по этой части добавь. Ну, если можешь. Ну, здесь пока вроде нечего сказать. Ну, да. Ну, тот, кто слышит это в первый раз, ну, ты-то, конечно, в первый раз, это, конечно, требует усилия. Надо нарисовать разные структуры, какие они могут быть, нарисовать разные деревья, какие они могут быть, и как можно листьям дерева подписать структуры. Тут огромное разнообразие всего. Деревья, структур, и тому, как приписывать листьям структуры. Ну, вот, надо, так сказать, потренироваться самостоятельно. Теперь, для двух структур, структуры часто обозначаются А и Б. Есть понятие расстояния. Оно тоже не такое простое, как там расстояние на плоскости или там, где-нибудь там, в пространстве каком-нибудь функциональном. Расстояние между двумя структурами это, вот тут, кстати, я маленькую ошибочку замечаю, которую Яна тоже не заметил, и я не заметил. Это кратчайшая цепочка операций, которая преобразует одну структуру А в другую структуру Б. Вот здесь у нас нарисована структура А и Б и нарисована цепочка операций О1, ОМ. Это какие-то операции. Я сейчас скажу, какие это операции. Ну, вообще говоря, есть огромное число таких вот цепочек операций, ну, из фиксированного списка операций. Эта цепочка всегда начинается с А, кончается на Б, если расстояние между А и Б измеряется. И вот мы берем такую кратчайшую цепочку. Ну, что такое кратчайшая цепочка? Это значит, ну, один из вариантов, что каждую операцию, то есть каждую стрелку здесь, нужно считать за одну штуку. Ну, значит, в этом случае нужно взять кратчайшую цепочку просто по числу операций. Каждая операция как один считается. Ну, в данном вот, если это кратчайшая цепочка, то расстояние от А до Б равно М. Ну, конечно, есть более длинные цепочки, есть более короткие цепочки, преобразующие А в Б. Ну, например, можно какую-нибудь промежуточную структуру преобразовать во что-то, а потом назад в тебя. Так что в этом смысле можно удлинять цепочку операции между А и Б. Ну, теперь, что такое, какие же конкретно берутся операции? Вот их четыре операции. Одна операция стоит в том, что можно в структуре какую-нибудь вершину разрезать. Но если в структуре вершину разрезать, вот был цикл, мы взяли в цикле одну вершину и по нему разрезали. Это операция кат. Что тогда? Скажите мне кто-нибудь, кроме Яны, ну, кто хочет участвовать? Ну, и за одну пятерку вперед получить. То, если мы разрежем одну вершину, так сказать, из цепи получится? Из цикла получится что? Ну, 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 Яна, скажи ты тогда, что получится из цикла? Цепь? Цепь получится, да. А джойн это, ну, по-русски говорят склейка, хотя дословно это объединение, ну, или что-то похожее. Склейка. Это значит, мы берем у цепи два края и их склеим от торжествию в одну вершину. Значит, из цепи что получится, если сделать операцию джойн, кроме Яны, кто-нибудь может сказать? Из цепи что получится, если джойн сделать? Ну, бедная. Яна, ну, за что думаешь получится? Цикл получится. Цикл получится, ну, здорово. Так, ну, и, наконец, есть еще две операции, делишн, это, ну, делиси удаление, это удалить изолированное ребро. Ну, с его именем. Ну, именно изолированное. Не целую цепь, а одно изолированное ребро. Конечно, изолированное ребро, это цепь длины 1. Но мы хотим, операция делишн, удаление применяется именно к цепи длины 1, ну, то есть к изолированному ребру в структуре. Ну и как бы обратная операция – вставка. Вставка – это вставка изолированного ребра. Вот было ребро, и оно как изолированное, то есть как компонента связанности в графе, будет добавлено. Куда? В структуру добавлено. Вот есть такие четыре операции. И вот эта цепочка, она состоит из вот этих операций, четырех. Причем операции могут повторяться. То есть в этой цепочке может быть там сто раз cut, два раза join, пять раз deletion и тысяча раз insertion. Вот в этой цепочке. То есть они могут повторяться, каждая операция, сколько угодно раз. Итак, расстояние между структурами А и В – это кратчайшая цепочка, ну или последовательность синонимы операций. Вот этих четырех операций с повторениями операций, которые переводят А в В. Ну, естественно, в этой цепочке не будет такого места, где бы мы какую-нибудь структуру С превратили в С1, а потом С1 превратили снова в С. Уж ясно, что она будет, не будет самая короткая такая цепочка операций. Ну, чуть более сложное понятие операций – это чуть более сложное понятие расстояния – это такое, что мы каждой из этих четырех операций приписываем цену. Цена – это рациональное число, ну строго больше нуля. И вот для каждой из четырех операций дана такая цена, то есть даны четыре цены. Ну и тогда мы вот для каждой цепочки, преобразующей А в В, мы сопоставляем цену или суммарную цену операций, использованных в этой цепочке. Ну, это значит, надо взять в этой цепочке сумму цен всех вот выписанных подряд слева направо операций, сумму цен операций. Ну и в этом случае С, вот СЖ, вот это расстояние, но мы о нем будем говорить, поэтому я ССЖ не добавляю. Расстояние между структурами А и В – это кратчайшая цепочка, которая переводит А в В, и кратчайшая по суммарной цене тех операций, которые участвуют вот в этой цепочке, то есть в преобразовании А в В. Ну, ясное дело, что от цен операций зависит, какая цепочка будет кратчайшая. Ну и чему равна цена, чему равно расстояние между структурами А и В, также зависит от цен отдельных операций. Ну, для простоты можно везде дальше считать, что все цены одинаковые. Тогда, например, все цены равны единице, тогда, значит, кратчайшая просто цепочка – это просто по числу операций в ней. Итак, что же нам задано? Вот тут я ум пропустил, но я печатки есть еще. Значит, итак, задано у нас дерево, и в каждом его листе, каждому его листу биективно приписана структура. Поэтому мы говорим «лист И», ну и структура «И», та, которая в листе «И». Итак, заданы структуры в листях. Теперь мы хотим что-то минимизировать. Дискретная оптимизация – это все равно, что сказать, дискретная минимизация. Ну, когда что-нибудь надо минимизировать, то всегда нужно спросить, минимизировать по какой переменной. Вообще, вот бывают студенты, которые, ну, как бы не понимают, что минимизация не бывает без указаний переменной, по которой ищется минимум. Ну, и кто здесь у нас будет переменная, по которой мы будем минимизировать? Это расстановка структур во всех внутренних вершинах. Значит, расстановкой структур называется, ну, однозначное сопоставление каждой внутренней вершины. Почему внутренней? Потому что в листях уже сопоставлены структуры, они даны с самого начала. А во внутренних вершинах дерева ничего не дано. Ну, да дана сама внутренняя вершина, В, например, дана, как вершина, как точка просто в дереве. А мы вот внутренней вершине В сопоставим какую-то структуру АВ. Ну, часто не пишут так АВ, как структура, сопоставленная в вершине В, а пишут, ну, тоже называют эту структуру АВ, называют тоже В. Ну, как и в листьях, то есть не различают имя внутренней структуры и саму структуру в этой вершине. Итак, расстановка структур – это однозначное сопоставление каждой внутренней вершине В какой-то структуры АВ, ну, или просто В. Ну, кто же у нас будет переменная? Переменная – это будет, ну, переменная она всегда имеет, чем характеризуется, что она пробегает? Значит, переменная здесь пробегает все возможные расстановки структур во внутренних вершинах. Все возможные расстановки структур во внутренних вершинах. Ну, их, конечно, чрезвычайно много, такое огромное пространство. Ну, оно, конечно, конечное, но, так сказать, от этого не легче. И вот мы каждую расстановку обозначаем Х. Х – это переменная, которая пробегает множество всех расстановок во внутренних вершинах. И мы хотим найти такую расстановку, у которой будет минимально кто? Ну, цена этой расстановки. А что такое цена расстановки? Это сумма расстояний между структурами на концах двух ребер. На концах ребра. Двух – это на двух концах. Ну, и так, мы хотим найти минимум расстановки Х. А что такое цена? То есть то минимум, чего ищем? Расстановки. Это сумма расстояний по всем ребрам. Ну, вот ребро как здесь обозначается? От вершины В до В+. В плюс обычно обозначает непосредственно следующее за ней. Ну, то есть либо вот это, либо вот это. Ну, таким образом, В В плюс как бы обозначает ребро. Значит, от вершины В от одного края ребра до другого края этого же ребра. Один край В, другой край В плюс. Так вот, на краях ребра эта расстановка приписывает какие-то структуры, и есть расстояния между этими структурами. Ну, и берем сумму этих расстояний по всем ребрам. Ну, тем самым по всем В. Потому что у нас там ребро идет от В до В плюс. Вот нам нужно минимизировать такой функционал, ну, там, казали бы в матанализе. Ну, можно сказать и функция, как угодно. Ну, функционал, слово употребляет, чтобы подчеркнуть, что область определения, всевозможные расстановки – это огромное пространство. Вот есть такая задача, очень такая трудная и очень трудная, очень знаменитая, как теоретически, так и в многочисленных приложениях. Так что тот, кто успешно решит эту задачу и ее запрограммирует, ну, запрограммировать уж мы как-нибудь сумеем, тот, значит, вот, конечно, ну, будет иметь, как это сейчас выражается, большие дивиденды на такую, ну, если ее сделать коммерческой, эту программу. То есть суть дела, конечно, не столько в программе, а в том, чтобы найти такой алгоритм, который минимизирует вот эту… Ну, какой интуитивный смысл этой задачи? Вот само по себе дерево изображает как бы время, но дискретное время. Ну, если угодно ребро, это, конечно, сколько-то моментов физического времени, сколько-то часов, лет или миллионов лет от начала ребра до конца. Ну, а все дерево изображает, ну, такое дискретное время, ну, в каких-то там, скажем, миллионах лет. Ну, да. И у нас листья изображают современный момент времени. Вот современный момент времени. Листья – это то, что есть сейчас. И вот мы сейчас, то, что есть сейчас, знаем состояние некоторой системы. Состояние знаем в разных листьях. Это вот система, состояние некой системы в листьях описывается вот этими структурами в листьях А, 1, 2, 3 и так далее до Л. А мы хотим найти, какое были прежние состояния этой системы. И особенно какое было состояние системы в корне, от которого все пошло. Ну, то есть, это задача про нахождение, как эволюционирует некоторая система, ну, то есть, какая она в корне и во внутренних вершинах. Ну, а если мы знаем, какая система, то есть, какая структура во всех внутренних вершинах, то мы знаем, вот как она меняется, эта структура. Ну, или структура, я и слово «система», я как синонимы стал употреблять. Как меняется эта структура или как меняется эта система от корня до современного вида, до современного состояния того, которое в листьях. Ну, конечно, это задача о нахождении эволюции по современным данным. Ну, это такая, даже там, не знаю, ни математики, ни приложений. Понятно, что это такая, такая фундаментальная задача. Есть ли какие-нибудь вопросы или, может, что-нибудь, кто-нибудь, давайте, такое сделайте, что-нибудь скажите, у меня будет разрядка, или спросите. Можно спрашивать о том, что даже и понятно, так, для тренировки. Ой, ну, Яна, что-нибудь ты там не имеешь сказать про этот слайд? Ну, вот, на всякий случай еще раз уточнить. Давай, давай. Вот, когда мы говорили о СТЖ-ростоянии, до того, как мы цены определили, мы как бы считаем, что они формально есть, но все одинаковые. Ну, да, формально есть, но все одинаковые. Одинаковые, да, да. Ну, и, если угодно, каждое использование операции, знаете, в логике говорят вхождение. Вот в этой цепочке сколько вхождений операций. Вхождение – это однократное использование операций. То есть очередное повторение операции – это новое вхождение. Ну, той же самой операции, но все равно новое вхождение. Значит, вначале мы считали, что это просто длина, кратчайшая длина этой цепочки просто по числу вхождений. Ну, вот букв О1, ОМ вот в этой цепочке. Да-да, продолжай, пожалуйста. Вот, просто если определять произвольные цены, там можно так сделать, что кратчайшая цепочка, она не будет там цепочкой с минимальной ценой. Или что-то вроде. Нет, нет, кратчайшая цепочка, сами эти слова, означает по определению. Это цепочка с… Нет, если… В смысле, цепочка с минимальным количеством операций или цепочка с… Да, а если цены заданы, то, конечно, кратчайшая цепочка с заданными ценами зависит от того, какие цены. И при смене цен, или хотя бы даже одной цены, то, конечно, кратчайшая цепочка меняется. Она, конечно, может быть не минимальной по числу операций. Да. Да, извини, пожалуйста, скажи еще раз. Я, может, тебя перебивал зря. Ну, все вроде бы так, я и хотела сказать. Ну, ты повторяешь, и это хорошо просто для меня хорошо. Я чувствую какой-то контакт. Да, да, конечно, конечно, цены. Ну, можно про цены забыть вообще, кто хочет для начала. Очень содержательно все это изучать при одинаковых ценах. Ну, хотя от цен, конечно, очень много зависит. Итак, что же у нас дано в нашей задаче? Дано, вообще говоря, любое дерево. Ну, вот здесь просто пример дерева. Оно там имеет даже специальное название такого типа дерева. Но нам не важно сейчас, как оно именно называется. Вообще говоря, любое дерево. И в его листьях даны структуры. Ну, какие угодно структуры. Но без петель. Это вот такая неприятная оговорка, от которой мы до сих пор не знаем, как избавиться. Ну, вот было бы очень интересно, чтобы все дальнейшее прошло, не предполагая, что в листьях структуры без петель. То есть допуская, что в листьях структуры имеют петли. Ну, мы предполагаем, что их нет все-таки. Мы не умеем без этого обойтись. Пока. Итак, даны здесь вот в листьях вот тут структуры без петель. Теперь, может оказаться, что в одном листе структура содержит какое-то имя, ну, то есть какое-то ребро. А в другом листе, там тоже есть своя структура, этого имени нет. Тогда говорят, что эти две структуры с разным составом имен. Ну, обычно слово имен опускают, а говорят просто с разным составом. Ну, имен или с разным составом. Ребер. Имя и ребро одно и то же. Так что, неважно сказать. Итак, если у нас в одном листе есть имя, которого нет в другом листе, то тогда эти структуры с разным составом. А мы хотим, чтобы в листьях были структуры с одинаковым составом. То есть, чтобы во всех листьях были одни и те же имена. Ну, имена ребер. Ну, или то же самое, одни и те же ребра были. Во всех листьях. Одно и то же множество. Ну, они, конечно, расположены, могут быть по-другому в графе. Но, чтобы во всех листьях было одно и то же множество имен, как отки, забывая о топологии графа, топологии структуры, а просто как множество имен. Ну, это вот, чем это удобно? Давайте, так сказать, забегая вперед, сразу ответим на вопрос. А зачем нам это нужно? Чтобы структуры в листьях были с равным составом. Дело в том, что если у нас одинаковое множество ребер во всех листьях, то тогда множество концов этих ребер тоже будет одно и то же. Мы это множество обозначим М, и нам удобно работать с одним множеством М. Ну, если у нас в структуре есть ребро с именем К, то тогда его конец мы обозначаем К2, а начало К1. Ну, конечно, может, вместо 1 и 2 можно там приписать другие какие-нибудь значки, означающие начало, конец. Ну, например, мы обычно приписываем начало ребра с именем К, К1, конец этого ребра К2. Таким образом, если у нас будет одинаковое множество имен К, там, К1, К2, ну, К, там, К штрих, К2 штриха, К3 штриха во всех листях, то и края этих, ну, края этих имен, в том смысле, что края ребер с этими именами, будет тоже одно и то же. Вот оно будет обозначаться М. Вот оно там М пониже появится. Итак, как же мы сделаем? Значит, первый шаг нашего алгоритма состоит в том, что мы одинаковое множество имен делаем во всех листях. Для этого мы в каждый лист, например, в первый, добавляем ребро с именем, которое где-то в других листях есть, а тут в первом листе его нет. Ну, если оно само там есть, его добавлять незачем, оно уже есть. А если какого-то имени К нету в первом листе, но зато ребро с именем К есть там в пятом листе, мы тогда добавим в первый лист петлю с именем К. Петлю с именем К. И так мы сделаем для всех листьев. Таким образом, смысл простой. У нас в каждом листе, какие ребра были, такие и остаются. Ну, были в самом начале. А каких ребер не было, но зато они были в других листях, они появляются в листе в виде петли, в петли с тем именем, которого не было. Так что мы все-таки можем отличать, какие ребра были с самого начала, а какие ребра добавились. Ну, теперь у нас удивительным образом, ну, неудивительно, конечно, это не хитро, у нас операции было сначала 4. А теперь у нас станет не 4 операции, а 2. Какие же это операции? У нас была операция добавления изолированного ребра К. вот теперь у нас в листьях, в структуре листа. Если была петля с именем К, то как нам добавить ребро? Уже не петлю, а именно ребро с именем К. Ну, нужно просто эту петлю разрезать, вот по этой вершинке. Вот тут ее так разрежешь, ну и распрямишь. И вот получится вот такая штука. Значит, добавление ребра с именем К, это разрезание петли. Значит, цена вот этого события, разрезания петли, ну, по ее единственной вершине, то есть цена добавления, это цена добавления К, добавление ребра вот с этим именем К. Ну, и теперь у нас была операция удалить изолированное ребро. Как нам удалить ребро с именем К, если оно есть в структуре? Надо просто сделать склейку краев этого ребра. Вот два края у К, К1 и К2. Вот мы отождествим, склеим вместе, получим петлю с именем К. Ну, и, значит, цена этой операции, это удаление. Но, значит, у нас здесь операции Кат и Джоин применяются, вот те же самые, что были в начале, только они применяются к чему? Кат применяется к петле, а Джоин применяется к изолированному ребру. Но также, кроме этих операций, остаются эти же операции как операции, но только применяемые не к петле и не к изолированному ребру. Ну, а именно, если у нас есть две цепи и у них есть два края, как у двух цепей, мы эти два края склеим, это будет операция Джоин, но она не добавит никакое, не добавит никакое ребро и не убавит никакое ребро, а просто склеит два края. Ну и, соответственно, если у нас есть цепь или цикл, то мы если разрежем его по какой-нибудь вершине, то мы никакое, от этого не добавим никакое ребро и не удалим никакое ребро, но получим из случая кат применим и получим из цикла цепи. Прямо у нас есть вместо четырех только две операции, но цены останется четыре. Вот здесь своя цена, своя цена, но и для вот этих кат и Джоин, которые не вот эти, не вот эти, которые первые были кат и Джоин, они имеют ну свои естественные, свои, ну цены исходные, которые были заданы. Ну, кто-нибудь что-нибудь мне скажите или спросите. А если не кто, то, Яна, будем тебя спрашивать. Что-нибудь скажи. Ну, здесь вроде все понятно, даже не знаю, что спросить. Ну, Ну, ты можешь что-нибудь скажи, ну да, и добавить что-нибудь там. От себя. Здесь нить, как ты понимаешь. Еще мы считаем, что во внутренних вершинах дерева в расстановке, а мы будем искать минимальную расстановку. Так вот, в расстановке, которая внутренней вершине приписывает какую-нибудь структуру, приписывает какую-нибудь структуру, мы там разрешаем только имена, которые присутствуют хотя бы в одном листе. Ну, вот здесь я скажу маленькую задачку, ну, вот я, наверное, к тебе относится, ну, и кто решит, так совсем даже молодец. Сразу пять получит. Значит, почему все-таки не уменьшая общности, как это в математике говорят, почему можно считать, что во внутренних вершинах разрешаются не любые структуры приписывать, а только такие структуры, которые имеют имена присутствующие в каком-то листе. Это же ограничение пространства расстановок. Так что, вообще-то говоря, казалось бы, если вы хотите минимизировать некоторый функционал и пространство расстановок, то есть область определения функционала уменьшите, то это, вообще говоря, будет не то же самое, что исходная задачка. Ну, а в данном случае не будет, будет то же самое, что решить исходную задачку. Вот эта последняя запись является утверждением. которое, вообще-то говоря, требует опросенников доказательства. Яна, а ты что-нибудь можешь сказать про это утверждение, про его возможное доказательство? Еще раз, повтори, пожалуйста, в чем состоит утверждение? Значит, утверждение состоит в том, что без ограничения общности можно рассматривать во внутренних вершинах структуру с именами, которые есть хотя бы в одном листе дальше. Ну да. А что значит не уменьшая общности? То есть, если мы найдем минимум вот с этим меньшей областью определения, то что про этот минимум утверждается? Что он будет минимумом и в большей области определения? Я понятно сказал это или не очень? Яна, я уже с тобой. Можно еще раз на всякий случай. Смотрите, вот есть область определения функционала и мы хотим найти его минимум. И есть меньшая область определения, функционал тот же. Если мы найдем минимум на меньшем, на маленьком, маленькой области определения, то он будет вообще говоря в общем случае минимумом на большую область определения, непонятно? Ну вот представьте себе, ну вот возьмем функционал y равно x, где x пробегает отрезок 0,1 и отрезок 0,1 и отрезок там минус 2 плюс 2. Вот отрезок 0,1 это маленькое область определения у прямой y равно x а минус 2 плюс 2 это отрезок у того же функционала y равно x только большая область определения. Минимум в этой маленькой области определения чему равен? 0. А в большой области определения? минус 2. То есть вот мы привели пример, что минимум в маленькой области определения даже для самого простого функционала y равно x уж куда проще вовсе не обязательно совпадает с минимумом в большой области определения. Правильно? А вот в данном случае совпадает. Понятно? или что-то спроси. Ну у меня есть какая-то идея там же нет самоутверждение понятно? Самоутверждение понятно, да. Даже в каком направлении есть идея как доказать. Ну вот ты мне напиши доказательства. Ну или потом добавишь сюда месяц улучшения. Ну теперь мы переходим к такому вот месту которое требует усилия. Вот это все что касается буквы P маленькая вот это. Итак вот есть ну интуитивно мы себе представляем некоторую расстановку. То есть каждой внутренней вершине ну например V в каждой внутренней вершине V приписана некоторая структура. Ну в данном случае даже речь идет о листьях. О листьях тут вот значит есть листовые структуры AV и значит во всех листьях одна одно и то же множество краев ну и одно и то же множество имен. Ну конечно сами по себе эти структуры AV при разных V они разные. Значит множество краев ребер в структурах AV будет одно и то же. Так вот пусть P это пара краев в листе V то есть вот в этой приписанной V структуре AV пара краев при этом любая пара краев которая соединена ребром или склеена или не склеена не соединена в этой структуре просто любая пара краев теперь в том числе и петли разрешают там же петли разрешаются после того как мы выровняли состав поэтому например это может быть пара K1 K2 где K это имя какого-то ребра K1 начало K2 конец ну тоже пара краев почему бы значит P любая K пара краев в листе V ну вот а M вот наконец она появилась это множество вершин это нет ну само M это множество всех краев в любом листе но множество краев ребер в одном листе все равно что в другом листе третьем листе четвертом и так далее поэтому это M одно и то же неважно в каком листе множество краев значит если мы возьмем пару краев ребер а M состоит из чего из краев ну значит P это пара вершин в множестве M пара вершин в множестве M ну вот если M себе представить как множество краев вот я пытаюсь такие точечки нарисовать множество краев то в M имеются разные графы ну графы с вершинами из M не обязательно все вершины включить это граф но есть граф M ну ну или если угодно по-другому можно так сказать M некоторые вершины можно соединить ребрами получится какой-то граф так вот что такое парасочетание M это множество ребер которые попарно не пересекаются попарно не пересекаются ну его там я много раз рисовал не пересекаются и все вот по отдельности лежат эти ребра так вот между структурами между структурой A и парасочетанием P V имеется взаимно однозначное соответствие а именно по какому правилу как по структуре получить парасочетание значит ну структура она состоит в склейке одних вершин и не в склейке других вершин на самом деле этим задается структура что какие-то вершины не склеены а какие-то не склеены так вот склеенные вершины в структуре A мы будем изображать ребром между краями этих вершин ну еще раз значит вот если у нас есть склейка двух вершин склейка это склейка двух краев вот лучше бы здесь написать слово краев неудачно вершины написал склейка краев если у нас есть склейка краев два краев кого ребер два то у нас есть кто склеивается край одного ребра и край другого ребра значит эти два края они в M будут отдельными точками и мы соединим ребром эти два края если если эти вершины то есть края склеены ну вот Яна а ты не можешь вот это вот рассказать вот то что на этом слайде который ты сделала что здесь показано могу расскажите пожалуйста вот так ну значит у нас почему вот этот вот множество ребер так сказать ну под граф M который у нас получается после того как мы вот соединили там вершины которые это же представляются это именно просочетание и наоборот в общем если у нас есть просочетание то по нему можно построить именно структуру такая как у нас определена вот ну сначала значит давайте мы предположим что в нашем просочетании P ну график P пока что есть вершины степени 2 вот тогда но не просочетание в просочетании все вершины степени не больше единицы вот и мы пытаемся по этому графу построить структуру то есть у нас есть вот вершина 1 степени 2 она соединена там с двойкой с тройкой 1 2 и 3 это края ребер в структуре вот значит из каждой из этих вершин краев ребер выходит ребро вот значит здесь на второй картиночке в середине мы получается изображаем как это выглядит в структуре вот и ну так как эти вершины края соединены в P мы их отрисляем у нас получается что в структуре есть вершины степени 3 вот а это запрещено потому что структур состоит из петель циклов в цепи изолированных ребер вот то есть мы получаем противоречие и график плей не отверждаем степени 2 и выше вот и наоборот так вот мы уже сказали да структура состоит из цепей циклов и изолированных ребер и петель и здесь каждый край ребраун соединен не более чем с одним другим краем а значит у нас в M значит ну тоже вершины имеют степень не больше единицы и получается что структуру у нас определяет по рассочетанию ну ладно может быть это не все поняли я вообще хочу сказать что я понимаю что может быть что ну может быть это можно поаккуратнее сказать ну да ну вот да сказать или написать тебе же надо какую-то курсовую еще написать там напиши поаккуратнее ну ладно ну а я хочу сказать всем может быть это конечно вот трудновато на расстоянии учить математику математика знаете когда у доски там легче изображать ну ну как бы может быть нам будет легче если мы будем менять доклады ну вот мы может быть через какое-то время там какой-то другой доклад поставим послушаем ну хорошо теперь вот итак у нас дано дано ну дана какая-то пара п краев пара п краев и вот посмотрите на это дерево значит так это по краю эти края только они как-то будут ну если если на языке м вот этого множество м они будут эти края будут как-то они будут соединены или не соединены где в каждой из вершин внутренних ну я повторю еще раз если мы возьмем некоторую расстановку то мы зададим структуру в каждой внутренней вершине то есть мы зададим вот этот самый граф в м ну или как я на выразился под граф ну можно говорить под граф может быть граф неважно зададим этот граф в м то в этом графе края из п их там два края к1 и л2 например они будут либо соединены либо не соединены вот ревер они соединены значит то есть пара п соединена в м ребром ну а если говорить на языке структур то склеено ну мы будем говорить на языке м значит на ревер пара п состоит из краев соединенных а в не соединенных а еще где-нибудь внутренней вершине опять соединенных а в другой внутренней вершине не соединенных и так далее и так далее так вот спецификацией такое слово из программирования спецификацией пары п называется расстановка плюс у вершины где края из п соединены и минус у вершины где края из п не соединены то есть спецификация это для пары п это расстановка плюс-минус во всех внутренних краях во всех внутренних вершинах ну а почему мы не будем а нужно задавать спецификацию в листьях ну-ка Яна помоги мне пожалуйста нужно спецификацию в листьях задавать уже известно какие вершины соединены и какие нет получается спецификация уже задана вот ты не можешь еще раз своими словами но я все пытаюсь как бы чтобы меня слушатели спасти или себя спасти от непонимания кого-то но вот повтори еще раз значит что такое спецификация пары п ну по дереву это значит ну для каждой вершины дерева мы какой вершины внутренней ну да а я не расслышал ты сказал значит для каждой внутренней вершины дерева вот мы сообщаем соединены ну края из пары п не в структуре но нет соединены не в структуре в структуре они оттождествуют склеены а где они соединены рябом в м в о в м а а в структуре эти 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 края с п они что они Это же не склеенные. Ну, да, склеенные. Ну, склеенные, вроде более наглядное слово. Но можно говорить, что это склеенные, то же самое. Итак, спецификация. Еще раз, как ты сказала? Это... В каждой внутренней вершине дерева мы задаем склеенные края из пары P или нет. Ну да. То есть мы саму-то P может даже, ну, как говорится, ее не надо переписывать без конца, а просто в каждой внутренней вершине ставим плюс-минус, плюс-минус. Ну, плюс или минус, плюс или минус. Но, конечно, для одной P это будет одна расстановка вот этих плюс-минус двух знаков. А для другой пары, ну, Q, это будет совершенно другая расстановка, правда? То есть для каждой пары P есть своя спецификация. Да, Яна, это понятно, да? Да. Или ты что-то засомневалась как будто, нет? Нет, это понятно. Понятно, замечательно. Итак, P-сценарий по дереву. Ну, тогда не очень понятно, зачем здесь два слова введено. Это тоже, видите, как методически. Значит, P-сценарий, ну, как бы одно из этих двух слов можно выкинуть. Можно говорить либо P-спецификация, то есть спецификация пары P, или говорить сценарий пары P, то есть P-сценарий или P-спецификация. А то мы как бы одно слово через другое слово, ну, тут два термина. Сценарий и спецификация – это одно и то же. То есть P-сценарий – это расстановка плюс-минус по всему дереву, по всем внутренним вершинам. А, ну, спецификация P-э – это то же самое. Так что тут, да, два слова тут лишние. Ну, как бы, если угодно, спецификация – это, ну, как, пояснение к слову сценарий. Да. Но сейчас в листьях спецификация уже задана. Ну, поскольку в листьях-то уж мы знаем, какие конкретно структуры, или на языке M, какие конкретно графы. Ну, и знаем, соединены они там, или не соединены. Теперь, вот представим себе, что у нас P-сценарий задан. То есть у нас вот для пары P, вот мы одну пару взяли, остальные, про остальные P забыли. У нас стоит V. Что про P? П. У нас стоит про P, что эта пара, ну, там, склеена, а на другом краю ребра она, ну, хорошо, соединена ребром, плюс, на одном краю, а на другом не соединена, минус. Тогда мы считаем, что произошло одно событие. То есть состояние этой пары изменилось от плюс к минус. Ну, ясно, что состояние может измениться и от минус к плюс. И от минус к плюс. Но, кроме того, что с этой парой может произойти, вот кроме этих двух событий, ну, кроме двух этих типов событий, P-пара может оказаться краями двух цепей. И тогда вот V, эти два края склеены, ну, если на языке структур, а V плюс расклеены. Ну, или наоборот. Эти два края здесь не склеены, а V плюс склеены. Ну, и то же самое, конечно, и на языке M, можно сказать. То есть, вот первые два типа событий, они соответствовали чему? Ну, по-другому. Добавление петли и удаление петли, ну, или разрезание петли, или образование петли. Это первые два типа событий. А затем два типа стоят в том, что... сделали настоящую склейку вот этих краев, которые в P, или сделали их расклейку. Короче говоря, если состояние P, вот в смысле всех этих, на одном краю отличается состояние в другом краю, мы говорим, что произошло одно событие. Ну, естественно, что на одном рябле происходит одно событие. Ну, Яна, что-нибудь скажи про это. Ну, тут вроде тоже все понятно. Да. Ну, ну, а кому-нибудь еще кто-нибудь из слушателей что-нибудь не может сказать? Он меня ужасно обрадует, что-нибудь скажет или спросит. Можно спросить самое, самое что-нибудь бессмысленное. Да. Да. Ну, не знаю, что тут сказать. А, вот варианты событий. Ну-ка, Яна, вот это вот тоже Яна нарисовала. Прокомментируй, пожалуйста, вот этот слайд. Так, не спеша только. Потому что... Да. Ну, вот, ну, как, значит, мы уже сказали, у нас, по сути, разные типы событий. Вот здесь справа события, связанные с как раз добавлением или удалением петли. Вот. Значит... Справа. Справа. Это где? Вот это вот. Справа, да. Вот это, да? Вот здесь, да? Где моя мышка показывает? Да, да, да. Там, где мышка. Значит, так. Это значит, что на одном краю была петля. И вот видишь, и ребро с именем один, у него есть край. Один. И у этого же ребра есть край два. То есть у петли считается два края. Ну, это, может быть, кого-то так удивит. Ну, вот такой фокус. То есть, вот... Сейчас, сейчас, извини. Вот есть петля, у него есть два края, и раз это петля, они склеены. Вот тут-вот. Вот тут точки нету, ну, подразумевается. Здесь вот точка. Один-один. Склеено с один-два. Ну, склеено, значит, равно. Это же слино. И, значит, итак, событие в чем состоит? Потому что мы разрезали эту петлю, получили вот это. То есть, получили изолированное ребро с именем один. И вот его края какие были, только они теперь не склеены, они порозен. Ну, и, значит, если это вот на ребре было сначала такое состояние, потом такое. Вот одно событие. Так, дальше. Вот, аналогично можно в обратную сторону. То есть, у первого ребра склеить вот края, и получится петля. Вот. В множестве M это выглядит вот так, внизу. То есть, сначала края отождественные, а потом, нет, тут, правда, точки тоже куда-то пропали. Но я думаю, да, точки пропали. Вроде я их не трогал. Ну, не знаю, почему их нет. Ну, ты их восстанови потом. Ладно. Да, да. Значит, на множестве M, значит, что это означает? Что они вот здесь вот склеены, то есть, была петля, а здесь они не склеены, то есть, нет петли. Это, значит, два события. Добавить ребро или удалить ребро, да, вот тут вот. Два типа событий. Так, это справа, да? Справа. А слева другие два типа событий, которые, вот, получается, не связаны с добавлением или удалением петель изолированных ребер. То есть, вот у нас здесь изображен, например, участок цепи или цикла, и в нем вот края соседних разных ребер, они склеены. Вот, Брэнни, сейчас я покажу мышку. Это вот ты про эту точку говоришь, да? Да, вот про эту точку. Вот смотри, вот есть ребро в структуре, и у него есть край. Пусть это будет край 1-2. Ну, у него два края. Может, вот это 1-2. Ну, мы считаем, что вот это 1-2. А есть ребро 2, и у него есть край. Ну, тоже вообще-то два края, но это край какой-то. Ну, 2-2, например. Вот они склеены 1-2, и 2-2 склеены вот в этой точке. Да. И что мы можем сделать? Какую операцию в структуре? Кат. Кат. То есть мы их разрежем, и вот ребро 1 со всем, что было к нему прилеплено, оно останется, но отдельно, как отдельная компонента. Ну, правда, если вот эта волнистая линия вот так замкнется, вот тут вот, даже как бы не показано, можно тут замкнуть сзади. Тогда что у нас получится здесь? Цепь. Цепь. Ну, молодец, Яна. Я вообще очень рад. Ну, мне, конечно, печально, что я зря тут разговоры разговариваю, но Яна, вот это молодец. На самом деле, я даже это удивляюсь и радуюсь, что ты все-таки на самом деле изучила и поняла, понимаешь. Ну, да, а здесь вот эта кат-операция. Так, аджоин. Ну, аджоин, соответственно, наоборот, если мы справа налево в разных краях отдельных ребер склеим. Да, вот одна цепь идет. А может быть, даже это вот, это может быть, это два края одной цепи. Вот если они вот тут замкнулись, да? Да. И потом мы взяли эти два края разных цепей или одной цепи и это же ствили вот так, как здесь. Ну, если это будут края одной цепи, то получился кто? Цикл. Цикл. А если это были края двух разных цепей, то что получилось? Снова цепь. Снова цепь. Ну, здорово. Ну, а снизу что? То же самое. Вот, вот склейка вот эта изображена наличием ребра. Ну, а соответственно удаление этого ребра, вот удаление этого ребра, это и означает операцию вот слева направо. Это операция как? А справа налево, вот тут снизу, на языке М. Это операция какая? Так, справа налево? Да. Джоин. Джоин. Вот мы просто взяли вот эти вот и соединили ребро. Да. То есть, вот так вот, вот как здесь склеили на языке структуру. Ну, ладно. теперь мы возможны любые расстановки. Ну, почему я называю это расстановка? Возьмем множество P-сценариев для каждого P. Вот мы сейчас к важному месту подходим. Для каждого P возьмем какой-нибудь свой P-сценарий. если мы возьмем вот, и это будет множество S. Вот оно. Если мы возьмем от S все P-сценарии в одной вершине V, то что мы там получим? Мы получим, что точки из M для некоторых P соединены, а для некоторых P не соединены ребром. Правильно? Или непонятно, Яна? Правильно. И значит, в какой-то вершине V, если мы возьмем все P-сценарии для всех P, для любого P, из данного S мы что там получим в этой V? Как назвать то, что мы получим? Мы получим обязательно структуру? Да. Нет. Мы там получим какой-то граф. Потому что никто не запретит там иметь вершину со степенью больше или равна двух. Или вообще со степенью больше единицы. Мы там получим пара сочетаний? Нет. Потому что там может быть ведь у нас же для разных P, вот возьмем одно P и другое Q, они могут вот эту вот эту развилку образовывать, которую ты сама рисовала. Помнишь там на одном из понимаешь, да? То есть вся проблема в том, что когда мы S это собираем, мы же ведь не думаем о том, какой сценарий взять для одного P и какой сценарий взять для другого P. и поэтому там вполне может оказаться, что никакое будет не пара сочетания, а вообще получится какой-то граф с вершинами степеней там 3, 4, 5 и так далее. Кстати, так для отвлечения, Костин Юрьевич, вот скажите, можно ли ограничить сверху степень вершины, если мы будем действовать так, как дальше? или там в любой степени вершины может получиться? Да нет, вообще-то любой. Как вы сказали, любой, да? Да, любой вообще. Ну да, ну да, да. Значит, такое вот S, оно задает расстановку не структур, а графов. Графов на чем? На M. Вот явно, я чувствую, что ты даже не понимаешь. тебе понятно, что произвольно взятое P может в какой угодно вершине V, вот еще раз повтори, почему? Оно обязательно будет структурой? Ну, то есть, оно не обязательно структурой, потому что, если мы возьмем для разных пар, ну, вот, V, вот, то они могут образовать, получается, вершину, которая степень вот ровно вот эту развивку образовать, вот, 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 вот это вот пара P 1,2, а это пара Q 1,3, потому что множество P и Q никак между собой не коррелируют, понимаешь? Вот, но это плохо, что не коррелирует, мы так, а наоборот, хотели бы так взять, чтобы они коррелировали между собой. Наша цель какая? Чтобы это, найти такую S, которая задает расстановку не графов, это цель, а именно структуру, чтобы P и Q так между собой комбинировались, что в любой вершине V вот это множество P-сценариев, то есть S, задавало бы именно парасочетание, то есть не было вершин степени строго больше, чем 1, чтобы были вершины все степени 0 или 1. Вот это наша цель, цель вообще вот всей этой работы. Но теперь мы теперь хотим некоторый специальный способ образования вот этого сценария, этой расстановки графов указать. А именно, мы в M берем какое-то именно парасочетание и образуем, что в R у нас все P-сценарии берутся согласно этому парасочетанию. вот что значит, что в R берется P-сценарий согласно парасочетанию R? Ну, это значит, что мы для любого P мы в P-сценарии поставим плюс когда? Ну-ка, Яна? Да, вершины края соединены в P. Когда это P соединена ребром, ну, понятно, что края есть P, ну, для краткости речи это P соединена ребром в P, а мы не поставим для некоторого P, ну, мы поставим нет, значит, да, мы поставим, если это P маленькое соединено вот в парасочетании P ребром и поставим нет для данного P, если когда? Когда оно не соединено в P. Да, это мы так поступим в R в корне. Итак, в корне мы все P-сценарии зададим согласованно, то есть так, как нам бы хотелось. Почему они будут согласованы? Потому что они будут согласованы посредством этого P, мы будем их не как попало брать между собой, а так как они в P устроены, а в P они устроены именно так, чтобы не было вершины степени строго больше единицы. Я понятно, Ян говорит? Или нет? Да. То есть мы в корне зададим вот так вот. А как же мы задавать ниже P, ниже корня по дереву? Ну, в листьях задано уже все P-сценарии также заданы. Ну, просто они там с самого начала заданы структуры и заданы соответственно соответствующие парасочетания. Ну, вот как-то мы там зададим, вот сейчас мы будем описывать, как мы собираемся вниз опускать вот это самое парасочетание P. Как мы будем его вниз опускать? Вот. Значит, пока мы просто сказали, что мы специальный способ задания множества P-сценариев S, а именно через парасочетание в корне. вот. Ну, а C-P это суммарная цена всех этих P-сценариев. Ну, для каждого P-сценария мы считаем его цену. Что такое цена P-сценария? Я, кажется, это не сказал, ужас. Это просто есть сумма цен всех событий, которые с этими P-случились, которые случились на всех ребрах с этим P. Значит, это цена P-сценария, ну, если в штуках цена P-сценария, это просто сколько событий случилось с этим P на всех ребрах дерева. В штуках. Ну, или в штуках с учетом цен каждого события. Это будет суммарная цена. Это будет C от P. теперь мы собираемся задать по существу вот этот вот способ, как от P, от P в корне опускаться вниз. Тут, как сказано, как-то однозначно опускаться. Вот мы сейчас скажем, как это, как-то однозначно опускаться. Но мы будем опускаться вниз, так сказать, вот, чтобы там получше получалось. А что значит для нас получше? Чтобы там внизу, ну, во-первых, чтобы цена была минимальная. Мы же ищем расстановку с минимальной ценой. Ну, и хорошо бы, чтобы при этом вниз структуры получались. Махет, ну, вот, у нас будет по типу динамического программирования. Ну, это слово можно и не знать, тут все написано, но, на самом деле, эта идея вот такая, ну, не вредно, конечно, знать, что такое динамическое программирование. Оно имеет всегда прямой ход в нашем случае от листьев к корню и обратный ход от корня к листьям. Такое вот движение сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Значит, вот прямой ход нашего алгоритма. Мы собираемся в каждой вершине В, вот вершина В в нашем дереве, вычислить два числа. для каждой пары В. Итак, кто у нас задан? Задана пара В. Мы рассматриваем какую-то фиксированную вершину В, и с этой пары В у нас будет одно число ПВЕС, а другое число ПВНУ. ПВ, значит, у нас это аргументы, ПВ. П указывает на пару, конкретную пару краев, а В указывает на вершину, ну, а еще их две, две величины, ну, вот одна отличается тем, если ноу написано. Так вот, мы собираемся ее вычислить для всех П и для всех В. Ну, наше вычисление сейчас будет с одним фиксированным П пойдет, а В будет меняться. Значит, мы будем двигаться индукцией по В, то есть по вершинам дерева, снизу вверх. Ну, давайте базис проскочим, он довольно, ну, так сказать, тривиальный. Вот, допустим, у нас индуктивный шаг. Вот у нас есть ребро от В к В. Значит, В это конец этого ребра. И у нас пара П дана. Ну, у нас есть, нас интересует П, вот тут я В пропустил. Значит, нас интересует П ЕС В и П Ну В. Так что, вот тут надо бы подписать В. А знаем мы, ну, раз мы по индукции идем снизу вверх, мы знаем вот эти же величины знаем в вершине ниже В. Вот ниже В это значит, ПВЕС мы знаем, ПВНУ знаем. И что же у нас, какой будет смысл вот этой величины? Ну, как бы, если угодно, мы смысл, ну, как бы, это не совсем правильно так сказать, но как бы, мы задаем по индукции вверх, снизу вверх. Вот, какой смысл этой величины ПВЕС? Это минимальная суммарная цена П-сценария вот в этой вершине, в ДУВЛВЕ, с вариантом ЕС. То есть, вот когда она с вот таком. А ПВНУ, это минимальная суммарная цена вот в вершине В, с НУ. это вот мы, мы это и знаем два числа, а хотим найти такие же числа В. Значит, как мы их возьмем? Вот давайте вместе рассудим, откуда эта формула взялась. Вот у нас мы хотим вычислить ПВЕС. это значит, что пара ПВ что? Яна, помогай мне, как говорили. Значит, соединена ребром, правильно? Яна, ты жива там? Сейчас, я чуть-чуть не слышала, пропадает немножко. Можете повторить, пожалуйста? Так, а у других тоже пропадает? Погодите. Нет, я все почти слышу, вот, сейчас, самое последнее. Ну, подождите, ну, а что, может, у других пропадает? Скажите. Нет, это вроде бы мой интернет, только тут зум пишут. Ну, ладно. ПВ, ПВЕС, это значит, что мы знаем в вершине В про пару П, что она соединена ребром. Да? Вот эта запись ПВЕС означает, что в вершине В пара П соединена ребром. Теперь посмотрим на два случая, что происходит в Дубль В. Пожалуйста, скажи мне, если больше не слышим, или как-нибудь там. в вершине Дубль В, что с ней может быть, с этой парой? Она может быть ЕС, то есть соединена ребром, может быть новым. Ну, третьего не дано. Слава Богу, у нас пока логика классическая. Значит, если она соединена ребром, пара П в Дубль В, то что у нас получается за картина? В В пара соединена и в Дубль В пара соединена. Тогда нам вообще нужно какую-нибудь цену платить за переход по этому ребру. Нет. Не надо. Да. А может быть, они расходятся. то есть в ПВ ЕС, а в П в В соединено ЕС. Я буду говорить слово ЕС, короче. А П в Дубль В НОУ. Тогда есть событие на этом ребре. и чтобы перейти ну к ну какая какая тогда цена будет у сценария начинающегося в ну нужно заплатить цену за переход от ЕС к НОУ. Это будет цена чего? От ЕС к НОУ. Это будет расклейки. А вот это вот будет цена всего сценария, который идет от Дубль В. Значит, что такое второе слагаемое нам дает? Оно дает нам второй слагаемое. Вот это вот второе, где моя мышка показывает. Оно нам дает суммарную цену сценария в случае, если в П В ЕС, а П в Дубль В НОУ. Но у нас есть два варианта. В Дубль В либо ЕС, либо НОУ. И во втором случае надо платить денежку за переход по РИБРУ. А в первом случае не надо. Но мы же ищем минимальный сценарий, то есть самый выгодный сценарий в смысле того, чтобы платить меньше. Значит, надо какое значение придать ПВЕС? Меньше из этих двух. И понятно, Яна? Ну, не стесняйся. Здесь понятно. Ну, как понятно. Вот попробуй повторить. Вот как я объяснил эту строчку? Значит, у нас ПВЕС это, опять же, минимальная суммарная цена по сценария в В. Не, не сценарий не В, а сценарий от В вниз. От В вниз. Так же, как от Дубль В вниз вот ты нарисовала. Значит, это вот минимальная цена сценария с парой П начиная вниз с вершины В в случае ЕС. Да? Если они и В склеены. В склеены, да. Это вот так. Это левая часть. А правая часть? Так, а в правой части мы, получается, выбираем минимальную из цен, ну, получается, по сценариев, если В вершины В склеены или если ну, цена по сценарии если в Дубль В вершины В расклеены и плюс цена расклейки. Ну, то есть, смотрите, то есть, как бы мы рассматриваем от В два разных продолжения, два разных сценария. Но продолжение это куда? Сценарий В, он уже задан словом ЕС. То есть, В склеено. А Дубль В могло пойти либо вот по ПВ, вот поэтому члену либо вот по этому члену ноу. Про Дубль В это мы не знаем вообще говоря, как там, склеено или не склеено. Но если оно вот по этому члену пойдет, по ПВ ноу, то надо еще заплатить за событие на ребре вот этом В, Дубль В которого уже не было ниже Дубль В это. Непонятно? Да. Ну вот, а поскольку мы ищем минимальные расходы, то мы берем меньшее из этих двух. Понятно, да? Ну да, выбираем, что выгоднее. Ну, а вторую строчку скажи, пожалуйста. Ну, получается аналогично, только здесь мы выбираем минимум из, ну, получается, цены там по сценария ниже Дубль В когда склеены. Ну, левая часть что говорит? Пусть пара В в вершине В не склеена. Не склеена. А в Дубль В мы не знаем, что случилось. То ли она склеена, то ли она расклеена. То есть, то ли она ест, то ли она нул. Вот. Если она расклеена, там никаких дополнительных событий не происходит. Потому что было нул и стало нул. Да. А если склеена, тогда нам нужно дополнительно склеить эти вершины. Да. И заплатить за эту цену Ц2. Да. Вот. Ну, и поскольку мы ищем минимальный переход по цене от В к Дубль В, а Дубль В вниз по всему, что идет, то мы берем минимум из этих двух вариантов. Понятно, да? Да. А вот теперь еще у нас, ну, это еще не все, прямой ход еще имеет так называемые пометки. Пометки, они вот пишутся в кавычках. Ну, кто как пишет. Вот я в кавычках пишу. Значит, если у нас вот тут минимум наступает вот на этом, то нужно В взять какой вариант, если нул, если у нас минимум вот на этом наступил, тогда ЕС. Ну, почему? Потому что если минимум из этих двух наступило вот здесь вот, вот на этом, на первом члене, то значит у нас наименьшую цену от В вниз мы заплатим, если мы вот пойдем согласно вот этому варианту. Понятно, вот где моя мышка показывает? А этот вариант, чтобы было там ЕС. А если минимум вот на этом, то хотя мы некоторую цену заплатить должны, но ведь важно еще к чему прибавить С1. Может, мы прибавим С1 к такому маленькому числу, что получит меньше, чем первый член. То если минимум наступает на втором члене, то мы должны ну, если у нас В будет ЕС, В будет ЕС, то в В мы нужно же взять новую. Понятно, да? Или нет, Яна? Нет, здесь понятно. Ну, еще я, значит, это ведь я взял вот эту формулу для одной, для одного сына. Ну, сын это вот прямой потомок, ну, вот В это, но ведь из В может выходить несколько ребер, по крайней мере, два, и надо взять еще сумму по этим W. Я, понятно, вот сюда вот сумму поставить по W. А пометка будет своя для каждого слагаемого. да? Ну, вот, понятно, где сумму брать, Яна? Вот, а можно спросить? Очень нужно. Пометки, они будут, ну, как можно сказать, согласованы. То есть, у нас не может быть такой ситуации, когда у нас одновременно P-V-YES и P-V-NO одного значения? Ну, смотри, вот где может быть как бы противоречие, кто бы сказал, если минимум одинаково наступает хоть первый член на второй, то есть, они равны. Тогда можно взять хоть так, хоть так, как угодно. Понятно, говоря. Ну, потому что у нас есть два варианта, и оба варианта одинаковую цену дают сценарию от V. Понятно? И то же самое здесь. Если эти два члена равны, то неважно, какой взять вариант. Да, да. Это лишь говорит о том, что ответов много. Ответов всегда много бывает. Вот. Ну, а вот не может быть противоречия по тому, что слева стоит в пометке. Но дело в том, что мы, когда будем вниз стоить, мы уже как бы знаем, что V. Либо V yes, либо V no. Понимаете, весь смысл, что мы сначала идем снизу вверх, мы как бы вычисляем V, используя знание W. Я понятно выразился? Да. А когда мы идем назад, мы используем знание V и определяем значение W. В. V, откуда мы имеем знание V? Вот мы к веху поднимаемся, поднимаемся, вот по индукции, до чего доходим? До корня. Вот тут написано. Вот мы дошли уже до корня, и в корне получили PR yes и PR no. Понятно? В самом корне. Но дальше нам к веху идти нельзя. И теперь мы взяли, что сделали? В корне мы берем, мы выбираем либо yes, либо no согласно минимального парасочетания. Помнишь, мы говорили, что... Можно пояснить, как мы его выбираем? Кого? Ну вот это минимальное парасочетание, это не то же самое, о котором мы раньше... То же самое. Вот нет. Да. То есть пункт 3 состоит в том, что мы вот это P выбрали. И сначала P это было какое угодно парасочетание. Какое угодно. А теперь мы говорим, что нет. Вот когда мы вычислим все вот эти вот P yes, P no, уже дойдя до корня, то мы возьмем уже в качестве этого P то самое парасочетание, которое минимально вот с этими весами. У нас раньше не было этих весов. И минимальное парасочетание было, ну, какое угодно. Ну, то есть, оно даже не было слова минимальное. У нас вначале было просто какое-то парасочетание P. А теперь мы в качестве вот того начального P мы взяли вот это самое, мы взяли уже в R. Минимальное парасочетание, но всегда слово минимальное с какими весами. Вот именно с этими весами надо взять. И это минимальное парасочетание скажет нам знание кто вес, кто ноу в корне. То есть, мы знаем сверху. А затем мы будем идти сверху вниз. И каждый раз мы знаем V и определяем вес или ноу ниже, то есть, в W по ссылке соответствующей. То есть, PV или PV вес или PV ну однозначно определено, потому что обратное движение идет сверху вниз. А то, что сверху, мы знаем. А то, что мы с самого вверху, то есть, в корне, нам известно вот по пункту 3. Ну и пункт 4 состоит в том, что обратным ходом идем вниз. И получаем расстановку графов. Еще не структур, потому что у нас степени вершин, которые получаются в каждой вершине, в каждой вершине дерева, у нас получается какой-то граф, ну, какой-то граф, который не обязательно паросочетание, потому что там может быть степень вершины образоваться какая-то не та. Яна, проси что-нибудь. А вот эти вот веса ПЕС минус Чуть-чуть погромче, а то у тебя какой-то специфический что-ли. Вот эти веса ПЕС минус ПНО, это, ну, получается, какой у них смысл имеется? Вот смотри, это тут тоже плохо написано с весами ПЕС минус ПНО, которые В. Вот тут нужно подписать ПРЕС ПРНОУ. Какой у них смысл? Очень хорошо ПРЕС это вот как вот тут вот, это минимальная суммарная цена П-сценария от Р, то есть от самого корня. Если в нем ЕС, а ЕС в нем или не ЕС, это определить минимальное по-расочетанию. И вот эти вот висания уже могут быть отрицательными, наверное? Да, 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 конечно, могут быть, могут быть, запросто, могут быть, правильно, какими угодно, положительными, отрицательными, нулевыми. Ну, давайте мы на этом, есть еще вопрос, Яна. Ну, пока надо обдумать. Ты обдумай все это, вот, и давай, постарайся поправить текст, я тоже попробую поправить, тебе послать, а ты, может быть, еще поправишь. Ну, я первый поправлю, ладно. Я вижу, что кое-где индексов не хватает. Но ты для себя-то поправляй, так что ты же можешь иметь мой файл и свой, на котором ты тренируешься, по смыслу тренируешься. Значит, есть какой-нибудь еще вопрос или высказывание? Если нет, я отключаю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok